Здравствуйте, дорогие друзья! Вы задаете вопросы Каббалисту Михаилу Лайтману в Фейсбуке, и вот я задаю вживую. Если Каббала – часть науки, почему её не преподают в израильских школах? И почему Каббала несёт на себе печать альтернативного знания? Такой вопрос. Она не является частью науки. Это совершенно отдельная наука. Отличие её от обычной науки в том, что наука, она видит мир перед собой и начинает входить в него и следовать, как бы проникает в мир, в окружающий нас. И к этому мы шли все тысячелетия существования человечества, и в итоге пришли к тому, что перед нами стена. Все науки находятся в кризисе. Почему? Потому что мы развиваем наши науки, исходя из себя, а мы изначально ограничены. И хотя бы мы и навешиваем на себя очки, телескопы, микроскопы, всевозможные приборы. Но это всё только лишь немножко позволяет нам, как бы, раздвинуть границы нашей ограниченности. Но не более того. А основная проблема в том, что внутри мы созданы таким образом, что мы воспринимаем мир, существующий на трёх осях. Мы не можем выйти из этих рамок, увеличить время, уменьшить, оси как-то поменять. Мы можем это всё сделать, но выйти из этих состояний мы не можем. Для этого нам надо подняться над своим существом. А это наука не позволяет. И поэтому она изначально ограничена. Но пока мы могли существовать в этих измерениях научных, в наших, то есть исходя из нашего устройства, как людей, до тех пор эта наука развивалась. И поэтому существовали все науки, которые, в общем-то, объясняли отношение человека к миру, который вокруг него. Сегодня, когда мы дошли практически до их какого-то окончания, то мы начинаем понимать, что дальше нам развиваться некуда. И как раз-таки в это время, поэтому именно и раскрывается наука Каббала. И она объясняет нам, что дело в том, что не надо нам идти вперёд вне себя и пытаться там поковыряться ещё глубже где-то в мире, в космосе и так далее, в материи. Нам надо углубиться в себя, посмотреть, с каким аппаратом мы работаем. И можем ли мы перестроить себя, видеть мир по-другому, исследовать его по-другому? Потому что на сегодня получается, что мир, который я исследую, это мир, который я ощущаю в своих органах чувств, в своём панатийном аппарате. И это мир, не который существует вне меня, это мир, который ощущается во мне. И здесь наука впервые поднимает руки и говорит, с этим мы дело иметь не можем. Для этого нам надо менять человека, как его менять, мы не знаем. И поэтому выходит следующая наука, которая говорит, надо исследовать не то, что вне нас, а надо исследовать нас. Надо менять не окружающий мир, а надо менять себя. И в итоге, когда ты меняешь себя, ты видишь, какой мир ты начинаешь получать, как следствие своих изменений. И тогда, естественно, у тебя появилась, получается, другая наука. Наука о адаптации, наука о получении, наука о исследовании мира в зависимости от того, на каком уровне его познания, в каких состояниях, в каких свойствах ты находишься. А эти свойства ты можешь менять. Так вот, наука Каббала – это такая наука, которая в первую очередь меняет человека и в соответствии с этим описывает, что же он ощущает. Включая наш мир. Но это её задача. Поэтому её не интересует ни физика, ни химия, биология, зоология, ничего. То, что мы ощущаем в том стандартном состоянии, в котором мы находимся сейчас. Её интересует, какие мы состояния можем на себя ещё взять, изнутри себя изменить. И, исходя из этих состояний изменяемых, как мы будем ощущать мир. Он ощущается совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Это всё описывает Каббала. И более того, она объясняет, как мы можем действительно менять себя. И она при этом открыта любому человеку. Но именно сегодня, когда мы пришли к состоянию, когда все науки достигли своего максимума и дальше они идти не могут, то наука Каббала раскрывается и говорит, я сейчас могу вам предложить следующее исследование, которое говорит вам, что то, что вы приняли когда-то за константу, что человек не меняется, и исходя из себя исследует мир, давайте эту константу будем менять. И исходя из этого будем видеть, какой же мир появляется перед нами и как мы его можем исследовать. То есть то, что раньше не касались, сейчас давайте начинаем раскрывать эти данные. Не будем их принимать как данность, а будем начинать менять их и исходя из них исследовать мир. То есть эта наука намного более богатая, широкая, раскрывающаяся. И она, причем, поскольку она касается уже следующих состояний человека, то она раскрывает человеку состояния, которые к его телу не имеют отношения. То есть даже тело, если умирает, те состояния, которые он постигает, они существуют объективно в нем. Это написано в книге «Зор», это написано в введении в книгу «Зор», это написано во многих источниках. Очень интересная вообще методика, которая действительно объясняет относительность, настоящую, не Эйнштейновскую, относительность нашего познания. Субтитры создавал DimaTorzok